Как человек может понять, что у него низкая самооценка? Нельзя раздавать попусту денег. Конечно, нельзя. Рот воняет, подмышки воняют. Смельчаки нашлись. Мне так интересно, что было дальше. Написали 64 парня и писали самое интересное женатый мужчиной. Ты думаешь, что ты, оказывается, не единственная. Всем привет, друзья. Сегодня у нас в студии Ахбота Ануарбек. Как сейчас модно говорить, пробиватель финансовых потолков. Девушка, которая учит зарабатывать миллионы и, конечно же, ездит на шикарном Майбахе. Привет, Ахбота. Привет, Анастасия. Я очень рада тебя видеть. Спасибо огромное, что ты уделила для нас время своё. Пришла на студии. И поехали. Ты готова? Да, я готова. Спасибо за приглашение. Мне очень приятно. На самом деле, волнительно. Первый раз даю подкаст, выступаю у кого-то. Но я постараюсь быть максимально честной, как есть, как мы договорились, рассказать всю суть мяса. Хочу, чтобы всем зрителям было понятно, чтобы каждый, кто посмотрит данный подкаст, получил для себя очень такой большой урок, инсайт, как популярно говорить. Ну, то есть, действительно, чтобы, посмотрев этот подкаст, человек сказал, не зря было потрачено этот 40-50 минут, и что я пойду там что-то делать. Да. Ахбота, я смотрела, конечно же, твою страничку, я подготовилась к нашему подкасту. Я знаю, что у тебя была совсем нелёгкая история. Как ты добилась такого успеха? По крайней мере, финансового успеха. Расскажи, пожалуйста. Всё начинается с детства, и, возможно, это какое-то чудо, либо какое-то везение или случай, что я жила в семье, и в нашей семье папа не очень зарабатывал, его сейчас нет в живых. И постоянно не хватало денег. Но парадокс заключался в том, что есть параллельная семья, куда меня отдали почти на воспитание, я у них воспитывалась. Это мой дядя, мамин старший брат, который зарабатывал очень много денег, и я видела вот этот диссонанс. Ты к ним приходишь домой, у них есть деньги, у них есть мешками картошка, мясо постоянно, всё есть, постоянно гости, гости, всё валится, всё портится, и всё было в изобилии. Домой приходишь, а как раз мама тогда осталась без работы, попала то ли под сокращение, а точнее уволили, и она 6 лет не работала, хотя мама всегда больше зарабатывала, чем папа. Мы вот эту вот нехватку денег ощутили. И ты приходишь домой, на столе даже хлеба нет. Ну, то есть нет ничего, из чего можно было приготовить, продуктов нет. Этим не хочется хвастаться и так далее, но это правда просто. Многие не могут это признать, но я хотела бы честно рассказать, что мой папа пил последние 15 лет своей жизни, он каждый день прям спивал. То есть у него... Мы это не хотели признавать, что он, типа... Болен. Да. Особо не лечили. Чуть-чуть бросал и потом пил. Ну, я как помню, я помню, здесь мне было 10 лет, с 4 класса, пока я там универ не закончила, каждый день выпивал. И все деньги уходили, конечно же, куда? На его этот, на выпивку. Он зарабатывал, но когда день зарплаты, выдачи, все коммерсанты тогда наличку уже выдавали в коспочте, они все стояли в очереди, чтобы забрать то, что он весь месяц в долг брал. То есть он приходил и говорил, у меня, типа, зарплаты нет. Для него это было окей. И мы это все пережили, я и мои младшие братья. А мама почему-то не просила деньги у своего старшего брата, и она говорила, что это, типа, наша жизнь, наша семья, и мне нужно как-то с этого выходить. И вот так мы прожили. И тогда у меня появилось острое такое желание, прям, сжигучее, что эта жизнь вообще не жизнь, что есть, оказывается, другая жизнь, что можно жить по-другому, и нужно что-то делать. Ах, Бута, я перебью. Ну, а если бы ты не видел, как живет дядя? Скорее всего, я осталась. Не поняла бы, да. Потому что, как называется, не стремилась бы вот этого. Сравнений нет. Да, потому что тебе это не дали, этот тест-драйв же есть вкус. Дали этот. И еще, что мне помогло, мне кажется, очень сильно мне помогло воспитание. Мне с детства говорили, что, ну, я много читала на казахском тогда, и там говорили, типа, все зависит от мамы. И я еще сравнила, у меня почему-то был аналитический ум, я сравнила, у кого какая мама. Моя мама более-менее образованная, она много, ну, то есть она очень мудрая, она на 7 лет старше папы, то есть, и она нас прививала к тому, чтобы мы очень хорошо учились. Она говорила мне вот так, типа, учись, учись, мозгами будешь зарабатывать деньги. Так и получилось, что я сейчас мозги прокачиваю, да, то есть проработки делаю, да, своими мозгами что-то придумаю, да. Но тебе не кажется, что она тебя заякорила? Возможно, возможно. И она говорила, типа, если будете учиться, то тогда она нам давала вот эту картинку, что весь мир откроется перед нами, а если мы не будем учиться, она сказала, что все захлопнется. И папа даже, если пил, он очень хорошо нас воспитывал, ну, то есть он учитель начальных классов, просто, возможно, он не справился с тяжелой ситуацией, когда 18 лет, разница в месяц, он потерял отца и маму. И, скорее всего, это осталось у него. И он нам тоже говорил, типа, ваша жизнь, ваша ответственность, если вы хотите чего-то добиться, вам нужно учиться. То есть другого варианта не было. И я поступила, то есть у меня был счастливый, я скажу, лотерейный билет из-за того, что мама хотела закончить школу на золотую медаль, но она заболела и не смогла, хотя она прыгала с класса на класс, хорошо учила. И она мне, бывает же мама, которая через ребенка исполняет свои мечты. Мама была у меня таким человеком, который навязала мне золотую медаль. Я эту золотую медаль получила. Там было 10 претендентов из всего района, я была единственной, кто это защитил. Набрала самый большой максимальный балл ЕНТ именно по нашему району, где было 30 сколько-то там школ. И эта мама потом признала, что это была ее мечта. Она прям пушила меня, чтобы я получила эту золотую медаль. И вот этот счастливый лотерейный билет, корочка, что у меня есть золотая медаль, дало мне шанс поехать вообще с маленького поселка Западно-Казахстанской области переехать в Астану, поступить. И там у меня мозг взорвался. Как раз Астанаж только развивался. Это был 2008 год. То есть много строилось, много всего. И ты видишь, как люди живут. И еще у меня одногруппники все. Нас было 27, 26 или 25 были золотые алтмельгийцы. Ты думаешь, а, ты, оказывается, не единственная. Не единственная. Да, и тебе еще хоть приходится. И плюс еще были одногруппники еще с параллельных классов, которые учились на платном, где эта учеба стоила вообще, я не знаю, годовая зарплата моих родителей, может, последние 2-3 года, наверное, собрать, если да, они платили. Я думала, а, они могут вот столько платить денег. Им покупают квартиры, им покупают машины. Я тогда думала, с этим миром что-то не так. Тогда у меня появилась мысль, если у нас мы рождаемся со всеми равными условиями, ну, когда мы ребенок, да, две ноги, две руки, одна голова, да, но почему один, типа, богатый, почему другой бедный? То есть тогда ты уже начала задумываться об этом. Ну, как попала ты в такую ситуацию, что у тебя были миллионы долги? Я знаю, ну, это вот уже ближе к этому. Это уже позже. Ну, вот это же и сподвигло, что я начала искать ответы, и что я хочу, типа, быть богатой. И плюс еще детские комплексы, где родственники с маминой стороны были более обеспечены, чем родственники папы, и они чуть-чуть гнобили, ну, то есть пренебрежительно относились. И мне хотелось это доказать. Это же у всех детей. И еще ты, когда ребенок, вот это, когда твоих родителей обижают, когда их на кудалах не зовут, потому что у них нет денег, там на какие-то свадьбы их вот так делают, у тебя есть как будто собственная твоя трагедия, ты начинаешь доказывать, чтобы спасти своих родителей, и так далее. И мне хотелось прям очень много денег заработать, опыта нет и так далее. Всем доказать, да? Да, и я решила, типа, стать успешной, богатой там. И чем нужно заняться? Надо бизнесом, типа, заняться. Я сперва поработала в найме, я задавала себе вопрос, если я дальше буду так работать, через 10 лет моя жизнь изменится, и, скорее всего, нет, значит, мне нужно вставать и уходить. Неизвестно, вставала, уходила. С найма. Да, и пробовала, брала кредит, как все обычные люди делают. Это мне мама еще подсказала, типа, можешь взять кредит и открыть бытовую химию, точку. Мы полтора года там держали, очень хорошие были обороты, но хозяйка почему-то решила это забрать. Потому что оно, типа, классно же, да, пошло. И это по глупости, по молодости. У тебя есть деньги, ты хочешь быть хорошим. Я хотела деньгами купить любовь, внимание, признание своих друзей. Деньги в долг просят на Берес, на... Всем давала. И, получается, деньги, которые у меня были для того, чтобы закрыть эти кредиты, я раздала, чтобы быть хорошей. Опять-таки, это мои комплексы, это мои... Да, хорошая девочка. Я думала, сейчас, типа, да, я сейчас потом раскидаюсь. Ахшан, береги цигет халата, когда ты большую сумму вот так разбиваешь мелочью. То есть ты сейчас осознаешь, что нельзя раздавать попусту деньги. Конечно, нельзя. Да, и нельзя, и люди, самое интересное, что я поняла, нельзя вот эти базовые потребности в любви, признании, доверии, да, уважении, нельзя за деньги купить. Мы все пытаемся за деньги это купить. То есть взяв кредиты, да, мы хотим казаться успешными, классными. Ну, я думаю, что это, скорее всего, из-за самооценки, типа, когда у тебя низкая самооценка, ты пытаешься деньгами какого-то там поднять, либо подняться в глазах других людей, одевать маску, успешность и так далее. Это такая тема ужасная на самом деле. Почему? Потому что в эту игру играют как и бедные люди, так и богатые люди. Ну, это игра людей, да, и об этом особо, честно, никто не говорит вот так. Потому что люди не хотят смотреть правде в глаза, потому что это же больно, а я признаю у себя об этом в блоге, что у меня так и было, когда я об этом рассказываю. С самооценкой, да, проблема была изначально? Да, ну да, потому что про самооценку ещё есть такая... Как ты поняла? Ну, это сейчас же я понимаю, что это... Да, вот как человек может понять, что у него низкая самооценка? Есть какие-то... Мир же тебе транслирует же, что у тебя нет денег, что у тебя долги, что у тебя проект не получается, ты выгораешь, ты кому-то что-то доказываешь, у тебя что-то не получается. Тебе то хорошо, когда ты достигаешь результатов, а когда у тебя не успех, неудача, что-то не получается, у тебя тебе плохо, ты сразу типа сдаёшься. То есть самооценка, это когда твоё ощущение, что ты классный, зависит не от тебя, а там... Извне. Да, тебе скажут, кто-то тебе классный, ты чувствуешь классный. У тебя есть результат, ты чувствуешь классный. У тебя вообще ничего не получается, хотя ты только один раз попробовал, и ты уже сломался. Есть же много. Ну да, 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 да. Ну а вот оно, а как вот, я не знаю, даже вот когда у меня тоже был неуспех когда-то, да, в своей жизни, я себя жутко чувствовала тоже плохо. Ну как, я работала, работала, я до того много работала, что я забывалась, как вот бухают же, ну грубо говоря, да, они забываются, и в таком количестве я работала, чтобы просто не думать и не понимать, где я нахожусь. Это не про самооценку. Но я не знаю, про самооценку или нет, я предполагаю, что человек, когда он избегает от чего-то, бежит к чему-то. То есть, возможно, были какие-то обстоятельства, ситуации, да, какие-то люди, да, что-то тебе в той реальности не нравилось, и вместо того, чтобы уходить в алкоголь, ты просто уходила в работу. Да. То есть выбрала просто более экологичный, правильный метод, как называется, забыться здесь в той ситуации. Как называется? Ну, если хочешь, можешь рассказать, отчего ты избегала. Многие люди не справляются с реальностью, они уходят в депрессию уже. Да, да. Они уходят на наркотики, они уходят в алкоголь, а некоторые начинают изменять, гулять, там, векством за ними. Да, какой-то путь, да, какой-то. Ну, кто-то, например, переезжает в другую страну и постоянно ищет себя. А на самом деле мы не ищем, мы просто не смотрим то, что мы, ну, у нас есть. Есть проблема, к которой мы не хотим признаваться, и эта проблема настолько потом будет фонить, что он создаёт тебе долги, создаёт тебе проблемы в отношениях, создаёт проблемы в здоровье, да, в проектах, в бизнесе, ну, то есть не придёт, а просто навсего признаться, что у тебя вот здесь, ну... Да, надо работать самооценкой. У тебя получилось, ты сейчас считаешь себя, ну, уверенной в себе. Ну, я, конечно, имею в виду в рамках разумного. И вообще, знаешь, ах, будто у меня такое мнение складывается, что человек может быть в одном деле с низкой самооценкой, а в каком-то деле с высокой самооценкой. Да, да. То есть это тоже, как с этим быть? Разве возможно везде вот, чтобы у тебя, знаешь, вот так 100% было? Я по себе скажу, что, типа, я зарабатываю деньги, да, окей, у меня, типа, я уверена, блог веду, да, у меня... Чем больше я делаю, чем больше я знаю, тем больше у меня уверенности, да. Есть области, в которых я, например, не разбираюсь. Это отношения с мужчиной, женщиной, да. Я, например, из-за того, что отношения не складываются, у тебя там не успех, не успех... Это каким-то образом, в любом случае, влияет на твою самооценку. Я не скажу, что я там себя уверенно чувствую, как рыба в воде плавала. Мы с тобой сейчас, когда какие-нибудь сидели, разговаривали, ты мне давала лайфхаки, да? И этот, как там, что делать? Я в этом деле, например, ну, можно сказать, профан, да? Я там чувствую себя уже неуверенной, у меня там уже самооценка хромает. То есть, но в целом можно прокачать свою самооценку, чтобы у тебя везде было ровно, чтобы ты в целом, в целом, несмотря на то, что какая-то сфера жизни у тебя не складывается, человек, чтобы себя чувствовал цельным, чтобы он себя чувствовал вне зависимости. Есть у него деньги, есть у него отношения, есть у него там квартира, машины, признание, там, известность и так далее, бизнес и так далее. Чтобы он себя чувствовал очень хорошо. Мне кажется, вот это и есть самооценка, что ты вне зависимости от погоды, внешних обстоятельств, внешних людей, что рядом кто-то у тебя есть или нет, для показа и так далее, что ты чувствуешь себя нормальным, что ты чувствуешь себя классным, что ты говоришь себе, да блин, со мной всё окей. И мне кажется, только тогда у тебя в жизни будут складываться очень классные такие, ну, события. Ты можешь сказать, такие какие-то лёгкие техники, вот сейчас зрителям дать, да, чтобы поднять самооценку? Ну вот что тебе помогло, чтобы ты выровняла свою самооценку? В 2018 году я переехала в Москву, где-то на полгода жить, и, может, видела, нет? Да, видела, конечно. В хостеле жила и так далее. Да, всё видела. Вот тогда мне одну технику подсказали, я хотела бы с этим поделиться, но это не совсем про самооценку, но оно мне тогда очень сильно помогло. Я попала на один бизнес-тренинг, там тренер... Да, ну, я его ходила, и один тренер, он был тренером по продажам, учил, он рассказывал свою историю, как продавцов ЦУМа продавать очень богатым людям очень дорогие вещи, при этом они такие деньги в жизни не держали и не зарабатывают. Согласитесь, но продавцы, они обычные же люди, да, какую-то зарплату получают, а ему приходится продавать клиенту такого уровня и вещь, которая там 10-50 даже раз больше, чем его зарплата. И он тогда сказал, что надо вот такую технику использовать. То есть какие классные есть качества, ценности у этого продукта, и в целом магазина, и в целом как продавца. То есть чтобы сравнять себя, чтобы не хуже чувствовать перед клиентом, типа не прогибаться, я окей, и ты окей, и чтобы наравне общаться, это же внутренние ощущения. Я подумала, ого, я не продавец ЦУМа, но мне нужно типа попробовать. И когда у человека самооценка низкая, он все свои результаты обесценивает, просто он не замечает, просто. Игнорирует. Ему кажется всё мало-мало, он жадный, он голодный, он всё ещё, типа, не достиг, не достиг. У меня было такое до сих пор иногда фонит. И вот тогда я сел каждый день, и он говорил, типа, минимум 100 пунктов надо писать. Я сидела, открывала ноутбук и в заметках писала, типа, первый пункт, в чём я, типа, какие у меня есть результаты вообще жизни, кому я помогала, что у меня классно получает, как человек, какая я, какой у меня характер. Ну, имеется в виду классные вещи. Плюсы все, да, только. Плюсы все, 150 пунктов. На следующий день садилась, ещё раз писала. То есть эти же? Безостановочно. Люди делают так, типа, 10 напишут, потом вспомнят. Нет, я просто закрывалась. Пока 150 не напишу, я прямо рожала. Я плакала, это была какая-то терапия. Я сама себя убеждала, говорила, вот, читай, вот ты уже классно, тебе уже достаточно. Ты уже, типа, много что умеешь, хватит. Ты, типа, ты это умеешь, это умеешь, у тебя классные способности, богом данные. Почему ты, типа, это всё обесцениваешь? Игноришь. Игноришь абсолютно. Кажется, что ты вообще никто, никчёмный и так далее. На следующий день. Я на протяжении, если не ошибаюсь, где-то месяц это делала. Прям не каждый день, через день просто садилась, чтобы поверить. И в конце концов я прям поверила в себя. Вот такое ощущение было, будто ты титан, либо кинг-конг, либо вот такая, типа, стержень начинает появляться. Какое-то там... Прям ты это чувствовал физически? Да. Внутри себя. И кто-то тебе что-то скажет. А раньше вот так было, типа, а что по мне люди подумают? А когда ты начинаешь верить в себя, тебе уже не важно вообще, кто что скажет, кто что подумает. Я начала тогда просто тупо делать. Мы почему не делаем? Потому что, когда у человека низкая самооценка, его волнует чужое мнение о нём. И он говорит, вот он же мне обо мне так скажет, он так подумает же в будущем. Из-за этого я этого делать не буду. Заранее уже приезжает. Да, заранее. Что его, типа, там... Решил, да. Мнение чужого человека волнует его больше, чем его результат. Да, его результат, его действие, это собственная жизнь. И когда ты самооценку наращиваешь, вот такие вот свои достижения пишешь, да, свои способности, свои качества, которые у тебя есть уже классные. У нас же достаточно же, если любого человека взять, там есть столько историй, которые можно восхищаться. Прям кто-то там пятерых родил, да, кто-то там воспитал там вундеркинда, кто-то воспитал там олимпийского чемпиона, там, у кого-то там классно получается разговаривать либо переводить на английском, да, хотя там живёт аул, да, например, да. Кто-то там классно... Видео делает. Да. Там, не знаю, копирайтинг. Да. У всех своё. Ни при каких условиях, ну, вообще нет абсолютно условий, но есть какой-то дар, например, да, у него легко это, типа, получается, и он это даже не замечает. И вот это, когда начинаешь ценить, начинаешь это видеть, замечать, и начинаешь уже отдавать, тебе уже неважно, кто что тебе скажет. Ну, типа, получится у тебя, не получится, у тебя есть уверенность, ну, самооценка, она сразу с уверенностью уже связана, и ты начинаешь, как называется, делать. И плюс ещё, знаешь... Верить в себя. Да, верить в себя. Когда ты пишешь свои вот эти вот, вспоминаешь, собираешь все свои результаты, я хотела бы сказать, будто бы ты свои доспехи собираешь. И когда ты идёшь на войну, я вот эту такую метафору перевожу, что у тебя 150 есть солдатов, классных, которые в любой момент тебе могут помочь, подсказать какие-то качества, способности в этом деле могут тебе, ну, проявиться и могут тебе помочь. То есть, когда человек абсолютно голый, у него нет никаких результатов, он это не видит, не фиксирует, мне кажется, он очень сильно уязвим. А когда ты знаешь, что ты сделал, потому что кроме тебя это никто не знает. И когда ты что-то хочешь сказать, либо хочешь что-то сделать, садишься на переговоры с клиентами и так далее, клиент начинает, ой, а-а-а, ты вытаскиваешь, это же как продажа же. Свои доспехи, да? Да, да, я это умею, я это умею. Согласись, мы везде же продаём. Когда в отношениях мы мужчина-женщина, типа я это умею, это умею. Мы продаём, когда устраиваемся на работу, мы продаём себя, когда клиент у нас покупает, мы продаём себя, когда кого-то нанимаем. Типа я крутая, ты, типа, работай со мной. А как ты можешь понять и как ты можешь донести людям, что ты крутая, если ты сам в это не веришь? Не знаешь. Не знаешь, ты забыл, и у тебя нет... Надо, мне кажется, это собирать. Круто. Потому что люди даже не замечают, за всю жизнь 150 не могут собрать, да? На самом деле мы каждый день делаем такие вещи, классные вещи, которые мы вообще не замечаем. Например, возьмём тебя. Ты же сейчас делаешь со мной подкаст, ты уже делаешь для меня пользу же. Ты уже со сколькими людьми написала подкаст, да? В какой-то момент, когда захочется тебе обесценить, ты просто возьмёшь и обесценишь. Но если ты уже из этого подкаста напишешь уже 10-15 плюсов, что ты людям помогаешь, да? Они получают через тебя. Это же твоя идея. Ты туда вкладываешь энергию, деньги, ресурсы свои, да? Время, да? Договариваешься с людьми, убеждаешь их, продаёшь, зовёшь сюда, да? Потому что я всем отказываю, а тебе согласилась. Это же тоже нужно уметь продавать идею, да? И ты помогаешь другим людям, помогаешь скрываться таким же экспертам, публичным, непубличным людям, да? Презентуешь аудиторию, да? Человек рассказывает о себе. И как называется? Возможно, аудитория будет подписываться, да? Люди будут узнавать. То есть ты как и для себя, да, так и для других людей, так и для спикеров, да? Для не одного, а для многих, да? Ещё работу обеспечиваешь, там, плачешь деньги, да? И так далее. И то есть столько всего ты уже делаешь. Плюсов, да? В одном действии. Да. А мы же много чего делаем же. И мы это всё не оценим. Мы это всё не фиксируем. Нам кажется, что это типа... Мелочи. Да. А на самом деле не мелочи. Если дальше посмотреть, а вдруг именно этот подкаст будет, ну, окажется, например, судьбоносной для кого-то, для своих спикеров, что через... Зритель увидит там в этом спикере инвесторы, там, партнёра, бизнес, кто-то там влюбится, кто-то там создаст отношения. Да. А хотя это всё началось там вообще просто так, да. И ты уже вкладываешься, у тебя уже есть вклад. И ты вкладываешься в жизнь своих спикеров и в жизнь читателей. То есть вдруг кто-то, послушав чей-то подкаст, ну, который ты снимала, на 180 градусов поменяет жизнь. А я верю. Это же ценно же, согласись. Тем более ты веришь. Я реально верю. Потому что у меня просто жизнь так была. Поэтому я верю. Ах, будто мне так интересно послушать, потому что я у тебя листала, листала, не нашла. Я хочу твои эмоции. Когда ты покупала свой майбах, расскажи. Я просто не могу. Я-то хочу это видеть и слышать. У меня актуальна была вся история. Я просто взяла, удалила. Удалила, да. Я не нашла. Да, там типа есть покупка майбаха. У меня какие были эмоции? У меня были... Ну, то есть я к этому, как это называется, два месяца шла. Ну, можно сказать, типа долго, недолго. С момента, как я приняла решение... Приняла решение, что я куплю. Оставила задаток. И я договорилась, что дайте мне типа полтора месяца. Я эти деньги заработаю. У меня не было этих денег. Но это была авантюра. Я бы сейчас так не сделала бы. Но я не жалею о том, что... Как называется? Что я это сделала. Через это у меня всё. Это, как говорят, майнсет же. Мозг просто сломался, что такое может быть. Скорее всего, я тоже хотела доказать. Скорее всего, хотелось что-то сделать. Обратить на себя внимание, чтобы рынок меня признал. Это для чего делалось? Люди покупали. Клиенты были у меня. Но были люди с деньгами. Люди, эксперты, блогеры, известные личности, публичные личности, у которых летают и так далее. Рядом с ним я была ноунейм. Но как только я купила майбах, все начали обращать внимание. А, что за девчонка, типа, в 30 лет, она, типа, заработала деньги. То есть мне нужно было внимание не всей толпы, а определённых, там, круга лиц, которые хотелось, чтобы меня уже признали. Как называется? Это я потом поняла. Я же не знала, как она сработает. Я в моменте так не думала. Получается, интуитивно всё это делала? Да. И потом только все начали говорить, что я крутая, все хотят со мной общаться. Я не понимала, почему это происходит. А потом они говорят, ну ты же купил майбах. Типа, я начала разбираться, а что тут такого? И мне мужчины говорили, ты представляешь, ты девушка, тебе 30 лет, и ты покупаешь за майбах, типа, за полтора-два месяца. Мы не знаем, как ты это сделала, но ты уже молодец, потому что мы мужики, мы об этом мечтаем всю жизнь. И даже если есть деньги, мы не позволяем себе. Тут ещё мало того, что купи, ты же ещё должен позволить себе. Вот. Почему? Потому что машина очень дорогая в обслуживании. Да. Тебе обязательно нужен водитель. И там, кажется, чуть ли не каждые два месяца тебе надо колодки менять, потому что она длинная, большая там. И, как называется, жир бензин вообще. И там, как 92-й, не зальёшь, да? И люди будут на тебя обращать внимание. Это какое-то там давление со стороны, да? Потому что ты внимание привлекаешь. А это же психическое такое стрежа для человека. И он хочет, но не может позволить. Деньги есть, но... Потому что что скажут окружающие там и так далее. То есть, а что выделяться и так далее. Много страхов. Да, много же комплексов арканов и так далее. То есть, не сам факт того, что я купила людей, ну, тригерила, да? А сам факт того, что я себе могла позволить. Да. Не имея почти, ну, как они говорили, типа, абсолютно ничего, да? То есть, а люди... То есть, из долгов, ну, грубо говоря, в Майбах, ну, через определённое короткое время, Жахбута, вот, именно... Это же не десятилетия прошли. Вот ещё в чём смысл. Это было... Три года вела блог, 19, 20, 21. И 21-м ровно через три года я купила себе Майбах. У меня тогда было 38 тысяч подписчиков. Само позволение, мне кажется, разрешение для девочки, ноу-нейм для девушки, вот, мне кажется, вот это сильно прям... Типа, что? Да. Люди же любят практичные вещи, практичные решения принимают, что эту машину можно потом продать. А мою машину особо никто не купит, потому что всем нужно водителям это ездить. Уже дольше продаёшь, потому что, типа, люди покупают машину, которую потом ты можешь продать, если в случае чего, да? То есть не для себя, а для кого-то, да? Ну, там много же нюансов для семьи, для чего-то там и так далее. То есть там много чего не повозишь. Типа такого. Она непрактичная, только если кататься и всё. Как я радовалась на твой вопрос. Как ребёнок? Ну да, как ребёнок. Не, я, честно, не верила. Но она быстро, эти эмоции ушли. Это стало, типа, нормой. Но я вообще не могла поверить. Почему? Потому что я два месяца себе представляла. У меня был шанс вообще не купить, потому что я не заработала в первый раз деньги. Потом я попросила ещё неделю и сказала, ещё вам доплачу, просто не трогайте. Это сколько миллионов в тинге ты купила? Она стоила 62. Я сказала, 2 миллиона заплачу сверху, дайте мне время, просто не трогайте. Я в итоге за 64 купила. Номер купила за 800 примерно тысяч. Страховка была 3 миллиона. И плюс 3 миллиона я сделала этот, как называется, пир у себя устроила дома, позвала всех друзей и так далее. Ну, где-то около 70 миллионов она ушла. Но я считаю, что он себя купил давно, потому что сразу перевалили подписчики, сразу продажи пошли. Внимание, да? Сразу окружение, сразу всё поменялось. То есть наличный бренд, он очень круто сработал. Да, потому что все начали ассоциировать агбута-акто, агбута-майбах. То есть не просто агбута. Агбута-майбах-тире, да? Да, все так говорили, и все. И плюс, знаешь ещё, что я сделала? У меня большая часть аудитории, казахоязычная аудитория. И у них тоже в голове что-то поменялось, потому что все мне писали, агбута, мы поняли, что это можно разрешить. Если ты смогла, да? То есть и многие даже не знали о существовании такой машины и что можно вот так себе позволить. И все мне потом писали, до сих пор пишут в желаниях, кто на курсах мои участвует и так далее. Я хочу купить майбах, я хочу купить. То есть мне кажется, хоть как-то я так посеяла. То есть поверить в себя, что можно всё, несмотря на то, что у тебя есть долги, у тебя ничего не получается, никто тебя не знает, и ты стараешься, бьёшься, как рыба об лёд головой постоянно в стенку, но не можешь пробить. Но в какой-то момент оказывается жизнь пластичная, то есть начинает реальность под тебя подстраиваться, и ты начинаешь этим пользоваться, и твои желания начинают исполняться намного быстрее. Ах, будто вот нас сейчас, скорее всего, смотрят тоже очень много молодых, амбициозных людей, да. Скажи, пожалуйста, вот они работают обычными наёмными сотрудниками, и смотря этот подкаст, они тоже мечтают и думают, боже, как классно купить там машину своей мечты, квартиру своей мечты, да, и вообще зарабатывать, и жить, путешествовать. И вообще с чего им начать уже? Зарабатывать деньги? Сейчас, скорее всего, ты скажешь про мышление. Я бы сказала бы им, в первую очередь, набраться новых профессий. Ну, согласись, сейчас очень много новых профессий, которые высокоплачивают, но люди, которые про существование этого не знают. Значит, что нужно делать? Вкладываться в своё саморазвитие, учиться новым навыкам. Сегодня только что говорили, как называется, что человек, если хочет добиться успеха и начать зарабатывать больше денег, уже не согласен на 300, на 500, на миллионы хочет 3, 10, 15, то есть он должен в себе включать, уметь такие навыки, такие профессии, как и блогером быть лично, бренд свой развивать, уметь вести истории. Согласись, это же навык же, не просто типа ты вышла, и у тебя все тебя любят. Уметь снимать фото красиво, видео монтировать, это же тоже другой это навык, другая профессия. Уметь грамотно писать свои мысли, доносить и продавать это, как ты говорила, копирайтинг, да, уметь выступать, уметь слушать активно, уметь коммуникационно эти навыки, уметь договариваться, передоговариваться, то есть, как называется, продавать. Если ты не умеешь продавать, ты не можешь ни идею свою продать, ни себя продать, ни свой продукт не можешь продать. То есть сейчас люди, не развивая эти навыки, просто хотят большие деньги. Но большие деньги приходят именно тогда, когда у тебя очень много способностей, и ты ими жонглируешь. Ты здесь включил харизму, здесь включил умение договориться, ты здесь включил умение продать, ты здесь включил кому-то что-то помог, там, stories сделать, да, кому-то там помог с видео. То есть везде жонглируешь, и люди говорят, о, ты типа крутая, мне с тобой интересно общаться, давай пойдем вместе, либо работать со мной на процентах, либо давай вместе проект запустим, либо я стану твоим инвестором, либо давай бизнес вместе откроем. Согласись, активных, шустрых, которые умеют почти всё, универсалы нам, согласись, ты готова взять этого человека, который и в огонь, и в воду, и всё сделает, и который даёт классные результаты, и который не боится, который прям шустрый, который не знает, ну, сейчас я научусь, и начинает быстро делать и так далее, который гибкий, вот эти, когда ты не консерватор, да, типа, нет, я это делать не буду, нет, это брезгует, есть же ты эго, вот так, а когда ты проще ко всему относишься, не знаешь, я не знаю, нет, я знаю, не вот так, типа, честно признаться, я не знаю, но я научусь, и учиться, 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 мне кажется, только тогда у тебя получится. Один из секретов успеха, почему у меня получилось, до того, как вести блог, ещё в универе я читала очень много книг про психологию и так далее, потом, когда я начала работать, с 9 до 6 работала, с 6 до 10, ну, свободное же время, домой приходишь, где-то с 8 и так далее, и на работе я в основном сидела, я что делала, денег особо нет, я скачивала именно бизнес-книги, и по маркетингу, по продажам, тупо их читала, потом выходили книги, типа, как вести инстаграм и так далее, и в 16-м году у меня нет блога, про копирайтинг, как тексты писать, как продавать, вот это я набирала, 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 и как только я начала вести блог, и кажется, что у меня повезло, и получилось, нет, ты просто набираешь, 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 фоткала, не умела, я покупала там за 2000 тенге, они выходили, можно найти такие дешёвые курсы, я находила, фоткала, что-то делала, получалось, не получалось, сбросала, но оно потом в конце, всё сложилось в один момент, чтобы ты выстрелил просто, и на твой вопрос, что нужно делать, чтобы начать зарабатывать много денег, я сказала бы, да блин, ты просто начни учиться, начни смотреть, начни повторять хотя бы те действия, которые делают успешные люди, я устроилась ещё, как называется, помощником, ассистентом к предпринимателям, это дало очень мне такой прям взрыв, потому что ты начинаешь думать, ты типа думал вот так узко, а они думают вот так, тебе даёт задание, ты думаешь, блин, это невозможно, они говорят, в смысле типа невозможно, эти люди научили меня, я до сих пор им благодарна, что не говорить нет, невозможно, не знаю, типа это не получится, они просто, просто выковыривали из меня вот это слово, чтобы я такого не говорила, не говорила, не использовала, просто тупо делала, и тогда я делала для них невозможные вещи, это заставило меня поверить в себя, в свои способности, я если для других такие вещи делаю, такие задания невозможные исполняю, а почему бы мне самой не попробовать? Для себя. Да, для себя, и мне это вытолкнуло, помогло просто встать, уйти, бросить наёмную работу, потому что я найми работала, и параллельно им помогала в свободное от работы время, и тогда я подумала, что вот оно, типа, и ещё, когда к ним домой приходила, у них всё было чисто, всё было аккуратно, они одевались вообще, прям, вели себя очень, волосы чистые, лицо чисто, я до сих пор помню лицо этой женщины, прям, прям аккуратно, ногти, всё было идеально, я вон, джан, да, везем, дочувствовала, маима, блин, и если ты хочешь много денег заработать, я бы сказала бы, да блин, начни ухаживать за собой, просто каждый день, как называется, все, которые работают, найми, и так далее, почему-то думают, что это неважно, я сказала бы, блин, если ты хочешь много денег зарабатывать, если хочешь дорого продавать свои услуги, если ты хочешь устроиться даже в классную компанию, где тебе больше будут оплачивать, это ещё заказано в исследованиях, есть книга «Гений и аутсайдеры», и там говорится, что, ну, как ты себя ведёшь, если ты себя ухаживаешь, согласись, много сотрудников у тебя есть, которые, которые рот воняет, там, подмышки воняют, душ не принимают, ты хочешь сказать, хороший человек, но ты не можешь сказать ему, типа, чтобы не обидеть, чтобы не обидеть, а тебе хочешь, чтобы он ухаживал, ноги воняет там и так далее, обувь не очень, да, блин, это всё зависит от тебя же, то есть, ты же можешь на это влиять, то есть, а люди пытаются делать то, на что не могут влиять, да, они хотят усложнять, да, они вторичные выгоды ищут, чтобы не делать, а ты просто, купи классную обувь, ухаживай за собой, лицо, волосы, душ каждый день, одежда пусть, один раз просто слились, ходи, просто нормально оденься, да, просто, базовые вещи, да, не надо блестеть, и так далее, мне об этом никто не говорил, ещё в 16-15-х годах, если бы кто, тогда у меня были деньги, ну, то есть, магазин был тогда, кто-то сказал бы, вот так, ходи, вот так выгляди, вот так ухаживай, вот волосы пусть у тебя блестят, и так далее, только тогда, как называется, только тогда ты начинаешь себя ценить, уважать, самооценка у тебя растёт, и ты начинаешь чувствовать, что ты достоин, потому что, ко мне приходит на работу, устраивается очень много людей, и просят, такие большие суммы денег, смотришь, но они сами не выглядят на такую сумму, они сами, вид их недостойный, и ты думаешь, блин, если ты сам за собой не можешь, элементарно, ты какую можешь работу выполнять, да, и как я могу тебе платить деньги, если ты на эту сумму не выглядишь, да, иногда можно просто классно выглядеть, при этом недорого одеваясь, согласись, и при этом уметь себя продавать, и продавать на такие дорогие должности, где зарплата больше, на классной позиции, договариваться, больше процент получать, больше оклада получать, либо как эксперт, дороже продавать свои услуги, потому что ты соответствуешь этим деньгам, на твой вопрос я всё ещё отвечаю, как больше денег зарабатывать, даже мы не рассматриваем, типа, мышление, там, обиды про работу, свои негативные убеждения, установки, там, если это сложно и так далее, но есть же вещи, которые ты можешь сейчас делать, каждый день просто утром принимать, начать душ, и следить за волосами, за зубами, за своим лицом, за своим телом, руками, ногами, там, одежды. Знаешь, как будто я недавно видела, я не помню, какая-то компания, очень крупная, крутая компания, и они просто не берут сотрудников, у кого лишний вес. А, да, это же Орлов, который получает постоянно хейт, Александр Орлов, который, бульдозер групп, да, он недавно в подкасте говорил, и два года назад, если не ошибаюсь, тоже давал интервью, и все на него налетели, это он ещё в России давал интервью, и тогда сказал, что толстых не берёт, и все захейтили в рестораны, и здесь тоже самое сказал. Ну, я вот, да, он почти говорит, что, если не ухаживает за собой. это реально, если человек не может победить свой лишний вес, или очень плохо выглядит, что, какую ему должность давать, как он может руководить, там, элементарно, десяти, двадцати людьми, если он, грубо говоря, бррбасен, алф жремайда, например, да, мне кажется, это всё элементарно, на самом деле, ты прям такие вещи говоришь, которые, это прям мои болевые, потому что это, всегда я об этом говорю, что вообще это априори, если человек хочет стать успешным, ему реально надо с элементарных вещей начать. И ещё плюс самое классное, я хотела бы сказать, прям мелочь, но никто не обращает меня, улыбаться, согласись, улыбка всё решает. Я в ресторанах, когда в дорогие рестораны заходишь, и так далее, девушки, даже недорогие, просто девушки прям классно, ухоженные заходят, но у них, я думаю, блин, ты так классно выглядишь, просто улыбнись, да, у тебя сразу вид всё портит. Потом этот своим родным братишкам говорю, блин, этот, ущипните, если у меня гримас вот так выглядит, чтобы я хотя бы, даже если не улыбалась, просто мило своё лицо держала, потому что твоё вот это вот, если лицо вот так, оно очень сильно отталкивает, оказывается, у людей, вот это я поняла. Я такая была, я холодная, там этот, как ёжик, все мои эти, типа, не подходи ко мне. Оказывается, я очень много возможностей упускала в своей жизни, знакомство, да, проекты, там, общение, какие-то договорённости, люди просто тупо не подходили, даже если они меня знали, потому что у меня на лице было, типа, не подходи. А ты постоянно улыбаешься, у тебя сразу все зубы видно идти, ты кажешься уже добрым, ты уже располагаешься, с тобой хочется общаться, тебе хочется уже подойти, и мне кажется, вот этой доброты не хватает. Если просто вы хотите зарабатывать очень много денег, будьте добрее, и люди к вам подчаиваются. Мне в 2015 году одна подруга сказала, как бы там, надо контакты налаживать. Я говорю, что? Типа контакты налаживать. Что такое? Она говорит, контакты это с людьми, потому что у тебя, если когда контакты с людьми очень хорошие, классно общаешься, у тебя будут деньги. Я говорю, как это? Она говорит, тебе деньги не принесёт ни собака, ни стул, ни котик, тебе деньги переносят именно люди, и тебе нужно научиться налаживать контакты именно с людьми, общаться. То есть, если ты хочешь зарабатывать очень много денег, не надо закрываться от людей. Многие люди из-за своих травм, своих комплексов, своих болезненных ситуаций не умеют с людьми общаться, не умеют контактировать, не умеют коммуницировать. Я бы хотела бы сказать, что если вы хотите очень много денег заработать, станьте общительным, откройтесь этому миру, не умеете сходить на такие курсы, делайте то, что вообще невозможно. Многие люди не умеют просить, даже если даешь подарки, некоторые, нет, так же делают, как называется, не могут просить лишний раз. Я говорю, ты бы попросила, я тебе помогла бы. Нет, у них типа этот. А когда ты умеешь общаться, коммуницировать, помогать, добрее быть, делать какое-то доброе дело лишний раз, это потом возвращается же, и у тебя дорога открывается, возможно, и сами по себе открываются. вот что мне помогло. Я уже не про себя думала, я уже думала, типа, как что, помочь людям, как и так далее. Но были перекосы, что я в минус себе делала, но я это сейчас, конечно же, балансирую, да, вот ты уже знаешь, этим можешь управлять. Но в самом начале я хотела бы вам сказать, потому что я очень закрытый человек была раньше, прям холодная, никого не подпускаю, никому не доверяю, это такая вообще травмированная. Это же внутреннее состояние. Да. Людей избегаешь, прям закрытый образ жизни, оказывается, это ни к чему не приводит. Если вы такой человек, я бы сказала, посоветовала бы вам начать вести блог, потому что блог тебя раскрывает. Да, очень круто. Это какая-то терапия же. Терапия. И страхи твои уводит куда-то. Да, да, ты оголяешься каким-то образом, то, что ты не можешь сказать своим родным, близким людям и так далее, за что тебя хейтить и так далее, это твоя территория, ты можешь любого послать, например, либо заблокировать, но ты можешь проявляться. Да. Все, что тебе всю жизнь говорили, вот, вот, тебе не высовывайся и так далее. А блог, это такая отдушина, и ты начинаешь раскрываться. Мне очень сильно помог в этом плане Инстаграм, раскрыться. То же самое. Познакомиться, например, с тобой, да, как заобщаться, да, с людьми там, контакты строить, людей нанимать, да, с кем-то дружить, познакомиться, близко, какие-то отношения строить, да, партнерство и так далее, это все клиенты, это все через, все через, пришло ко мне через блог, да, соц. Ну, благодаря своим навыкам поступать, писать, доносить свои мысли грамотно, да, прям идеи закидывать. Вот это мне очень сильно помогло. Ах, вот, а я листаю твою страничку, увидела такой пост, ну, ты уже, кажется, догадываешься, про что я, да, то, что, ты, ты, ты готова, да, то есть, к отношениям, да, ну, с мужчиной, да, так скажем, там даже критерии, чтобы он был успешный, все такое, скажи, смельчаки нашлись, мне так интересно, что было дальше. Там, да, есть пост, как называется, я проходила какую-то терапию, мы это обсуждали, и мне подсказал, с кем я работаю, так, говорит, если ты хочешь отношения, надо об этом рассказать, этому миру, типа, проявиться, чтобы люди начали видеть, что это ты готова, ты хочешь, типа, тебе не страшно, я говорю, блин, это же как-то стремно, типа, публично заявлять о своих желаниях. Мне было, на самом деле, стремно это делать, я говорю, ну, ладно, была, не была, я всегда, типа, рискую, такие странные вещи делаю, я говорю, ладно, хорошо напишу, я была готова, что меня захейтят за это, меня такие захейтили, сказали, что я, да, что я, типа, ну, это тогда же было, тогда писали, что я, типа, из-за запуска, что-то такое делала, хотя он абсолютно не был связан, просто это было мое внутреннее состояние, как раз мы эту тему прорабатывали, и в моменте я сказала, подумал, раз, типа, тема пришла, надо сделать, я быстро настрочила, быстро фотку подобрала, и закинула, мне за сутки написали 64 парня, там есть слово, типа, кодовое слово, пиши рай, да, мне до сих пор иногда, нет, нет, пишут, я вначале общалась, типа, я спрашивала, расскажи о себе, и так далее, и писали, самое интересное, женатый мужчиной, я думаю, что ты вообще хочешь, но я женат, ничего серьезного, я это еще выкладывала, инстаграм, смотрите, люди вообще странные, вообще погнали, и я спрашивала, мне интересно, просто сколько ты зарабатываешь, да, писали, что я нисколько не зарабатываю, то есть это было на тот момент мое состояние, я бы такие глупости сейчас не делала бы, но я не хочу заднюю давать и удалять этот пост, пусть стоит, это было мое состояние на тот момент, я не для того, чтобы выйти замуж, не для того, чтобы что-то кого-то найти, и так далее, мне хотелось просто так выплюснуть из себя, что я готова. эмоциональное состояние было таковым, таковым в тот момент. Да, 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 и все захейтили, что у меня, типа, очень такие, типа, требования, я там написала, высокие, да, типа, да, 200 пунктов. Не курить, не пить, быть не наркоманом, и зарабатывать деньги, это высокие требования, нынче. Да, а кто-то писал, что он курит, что он наркоман, что он травку курит, и так далее, то есть люди, наоборот, и я как таковой там никого, если честно. Не рассмотрела в итоге. контакт не сложился, скорее всего, ну, на тот момент я еще не до этого была, потому что находилась в депрессии, у меня проекты вообще, типа, все было не то, и мне надо было восстановиться. И, как называется, в итоге таки оно осталось, но сейчас я так не делала бы. Конечно, то есть я учусь этим женским... Штучкам, да? Да, ты же не рассказала. Надо по-другому делать. А я там по-мужски, и меня хейтили, что я будто в этом, как HR, сотрудника нанимаю. Типа, требование написала, объявление, типа, подходите, и я буду, типа, выбирать. Мужики захейтили, женщины захейтили, но мне было вообще без разницы. Мне сейчас 32, да, я хотела бы замуж, у меня не было никогда серьезных отношений, и я хотела бы попробовать, потому что очень сильно я боялась близости, скажу еще раз, благодаря, своим травмам, комплексам, своим этим болям, болезням, каким-то ситуациям детским, то есть, что меня могут бросить и так далее. Настолько этого боишься, что ты первую бросаешься, что не подпускаешь такие глубокие отношения, чтобы потом, типа, не было больно. я это, вот, честно признаюсь, недавно только осознала, хотя, типа, я бы казалось, что я это раньше осознала, но сейчас ты мне начал доходить. Осознала, да? Да, прям по-взрослому. Какой он должен быть в твоем понимании такой мужчина, который подходит тебе? Ну, то есть, во всех отношениях. То есть, мне хотелось бы, чтобы с ним было интересно общаться, чтобы он тоже был добрым, да, умел что-то делать, да, умел, вот этот навык зарабатывания денег, неважно сейчас, сколько зарабатывает, да, то есть, деньги, они сейчас ты зарабатываешь, потом может что-то случиться, и ты не можешь, а главное уметь приспосабливаться, а потом, типа, зарабатывать деньги. Вот это я поняла, то есть, не наличие нулей на счету, а именно сам навык. Навык, да. Мне хотелось бы, чтобы этот человек тоже был таким же селфмейдом, потому что, когда ты чего-то достиг, если человек такой же, такие же трудности не прошёл, я это потом поняла, что для него это кажется, типа, ну и что? И человек начинает обесценивать, потому что у него была какая-то лёгкая жизнь, и всё, что ты говоришь, для него это нереально, то есть, у вас разные вообще картины мира. Мне хотелось бы такого же человека, который амбициозный, стремится к чему-то большему, ему что-то мало, и он прошёл определённый путь через сложности, есть какие-то общие у нас, как называется? Интересы, да. Интересы, есть общая какая-то история, что он, то, что я проходил, он тоже проходил, да, и так далее. Мне хотелось бы очень умного человека, потому что, если не умный, не о чем же общаться, а мне хотелось бы, который думающий, прям анализирующий, и, типа, какие-то выводы делать, и так далее, ну, то есть, который опирается на себя, не на кого-то, да, в семье, и так далее, имеет свою точку зрения, которая целостная личность, такой прям хороший человек. много же таких у нас? очень много. Очень много. На самом деле, очень много. Ах, мужчина, твой, он должен быть реально, как сказать, как минимум твоего статуса, твоего уровня мышления. Я не могу на это ответить, почему? Потому что у меня нет опыта, я не могу что-то рассуждать на эту тему. Я вот скажу конкретно, что это важно. Объясню, почему. Ну, как умная, исходя из твоего опыта, исходя из моего опыта, как может умная, успешная, богатая женщина жить с тупым человеком, который ни хрена не умеет зарабатывать, условно, который, я не знаю, кроме как живот свой почесать, больше ничего. Ну, месяц эта женщина терпит, ну, три, ну, полгода, ну, когда-то такие отношения, неважно, ребят, это или в мужчину сторону, или в женщину, ну, вы меня понимаете, эти два человека должны быть всё-таки одного примерно уровня, особенно финансового. Почему я делала акцент? Либо хотя бы умственного. И умственного, и финансового. Почему? Потому что интересы, ценности совпадают. Если ты зарабатываешь только денег, значит, у тебя ценности таковы, что тебе окей столько зарабатывать, твой мозг доходит. Если у него немножко не доходит, то это может быть немножко, как сказать, дисбаланс, перекос, это не то. Поэтому, почему-то многие мужчины думают, что вот, если женщина говорит такие вещи, что она какая-то, ну, я не говорю, вот, я вот, знаете, как бы это грубо не звучало, вот девочка, которая клинингом занимается, она должна искать человека, который парковщик, условно. Ну, вот, я не верю в сказки. Это ты всех обижаешь сейчас. Я в сказки не верю. Я считаю, что все люди должны как-то, они должны вдвоем расти. Расти вдвоем. На твою вопросу хочу что-то по-другому ответить. В самом начале ты спрашивала, в чем секрет успеха. Я с детства хотела выйти, там, замуж, там, мужа, потому что папа не зарабатывал, мне хотелось, там, богатого, успешного мужчины. Мужчины, ну, я понимала, что не собираюсь я там телом торговать и так далее, да, у меня столько есть мозги, и тогда я такие вопросы задавала, я помню. Тень, тень, гемен, тезех, хавмен, казахта. Вот. И тогда я себе приняла решение, если я хочу стать женой богатого мужчины, значит, мне нужно самой вырасти и стать самой ценной, и самой больше денег зарабатывать, чтобы его понимать и с его точки зрения смотреть, а нет, типа, попользуются, и меня бросили, ну, даже если не бросит, и, типа, что не из-за денег и так далее, да, то есть я хотела себе статусного мужчины, и я поняла, что мне нужно сперва самой дорасти, стать статусной, да, быть того уровня, если у меня семья не богатая, значит, мне самой надо стать богатой, чтобы, как называется, соответствовать. и я начала, как называется, развиваться, потому что я себе такую планку поставила, что я хочу, типа, нормального мужчины, и чтобы, для чего нормального мужчины я хотела, как ты говоришь, да, там, статусного и так далее, чтобы потомство было нормальное, чтобы мои дети, как я в детстве, не страдали, потому что я тот, жизнь знаю, и там нечего ловить, и не хотела бы, чтобы мои дети так жили, и значит, нужно нормального мужчину уже выбирать, который умеет зарабатывать, который может дать хорошее будущее своим детям, образование и так далее, значит, надо такого искать, а чтобы искать и так далее, знакомиться, в кругу находиться и так далее, то есть в его, в пространстве, в поле появляться, надо соответствовать, я начала зарабатывать, и я абсолютно с этим согласна. То есть у меня такое было мышление, то есть если я что-то хочу, значит, надо начать с себя. Да, потому что тоже много девушек. Насчет твоего мысли я согласна, я хочу еще перебить и дать. Сейчас все начали вести блог же, эксперты начали проявляться, женщины начали очень много, ну, то есть не то чтобы легко, но быстрее начали зарабатывать деньги. Почему? Мужчины начали отставать, ну, потому что мужчина не обеспечила же, то есть дети есть, у тебя много детей, да, например, трое детей, как минимум, это уже много, их надо кормить, женщина начинает уже включаться, потому что у нее тревога же, а муж смотрит, что что-то он не двигается, да, и в этот момент они много зарабатывают, у меня было очень много клиентов, которые проходили со мной лично работу, туда, на коучинг, там приходили работать, курс проходили, подруги, которые стали блогеры и так далее, которые резко много заработали, а муж вообще не потянул, даже не постарался, даже рядом не двигался, и он просто тупо отстал, и у них разница в мышлении вот такое, и они тупо развелись. И даже есть мужчина, друг, точно так же он пошел в развитие очень сильно, вначале, говорит, я просто так женился, потому что она понравилась, и у нас даже общей темы не было, и, говорит, я за последние три года очень сильно вырос, а она, мне с ней вообще не интересно, и другого варианта, как просто перестать страдать, и перестать этот, я решил теперь развестись. То есть это иллюзия, когда ты ничего не вкладывай, не развивайся и так далее, ты думаешь, я сейчас пристроюсь к богатым, богатенькому. Мужчине или женщине. Да, и это в любом случае утопия. Люди сейчас не глупые, люди сейчас умеют анализировать, смотрят, есть примеры и так далее, они могут принять решение, и никого сейчас насилие не держит, развод никого не пугает, они могут развестись. И на самом деле с тобой я согласна, что несмотря на то, что, как ты говорила, клининг, парковщик, но если тебя это обижает, тогда перестань заниматься клинингом, начни развиваться, ничего тебе не мешает, учись, нарабатывай навыки, профессии меня и так далее, больше начнёшь зарабатывать деньги. Знаешь, что, когда ты начинаешь больше зарабатывать, да, самостоятельно, ты много опыта же набираешься, очень много, и у тебя мировоззрение прям очень сильно же ширяется, и ты уже не согласен на вот такое. Да. Всё, что тебе раньше внушали, у тебя мимо кассы идут, ну, то есть мимошек, потому что ты думаешь, с какого этого я вообще буду согласна, да, а те, которые хейтят и у которых пукан горит, да, что ты, типа, парковщика с клинингом сопоставляешь, да, это просто говорит о том, что перейдите на другой берег, посмотрите, что мир не из этого состоит, состоит он из другого, да, когда ты очень много работаешь, у тебя есть определённые результаты, ты уже на меньшей не согласен, когда ты за свой опыт нанял там 200 сотрудников, из них там 190-180 уволил, ты уже сейчас на пороге видишь и не согласен там на непродуктивную, на какого-то там левого сотрудника, тратить время и деньги и вообще, потому что это тебе обходится намного дороже, нанимать этого человека, удерживать и платить, потому что ты не то что не зарабатываешь, ты много денег теряешь, и то же самое в отношениях, ты уже не согласен терять время, ресурсы свои на не очень хороших людей, не очень хорошие отношения, и поэтому те требования растут, и те люди, которые говорят, ой, ты типа никого не найдёшь, не вы судья, не вы бог, да, в любом возрасте можно кого угодно найти, встретить, да, это всё зависит только от меня, от моих усилий, от моих намерений, от моих действий, да, это моя зона ответственности, да. Ну, вспомни, как будто я просто себя вспоминаю, да, мне сейчас 40 же, я вспоминаю, как я себя чувствовала, никчёмно, в 20 лет. Да, а как себя чувствуешь классно? Сейчас я себя чувствую просто королевой, да, вот просто, вот мне 40, да, например, и я понимаю, что я не представляю, что будет со мной в 50, да, это вот внутреннее состояние же, потому что у тебя мировоззрение расширяется, у тебя есть какие-то результаты, ты учишься, ты бесконечно учишься, согласись, надо вот для зрителей сказать, что учение, это реально свет, это реально тот факт. Столько ворот тебе открывает. Да, столько ворот, и на самом деле сейчас столько возможностей для людей, вот реально 20 лет назад столько возможностей, как сейчас не было. Я удивляюсь, когда сейчас люди, некоторые хейтят нынешнее время, говорят, ой, вообще страна не то, люди не те, Казахстан не тот, боже, самая зелёная страна, где можно реально зарабатывать, развиваться и быть счастливым, это реально. Абсолютно, да, свободно, абсолютно свободно, никто тебя ничего не забирает. Я знаю, что не так давно, в 2022 году, у тебя было состояние депрессии. И я вот не могу понять, с чем это связано, я таки не поняла. Да много с чем связано, как называется. Разве может, я извиняюсь, разве может богатая, красивая, молодая девушка депрессовать? Это выражение же есть, типа, страдать, чем в автобусе, лучше в Мерседесе страдать. Мой боги! Да, у меня это, как купила Мерседес, мне захотелось, наверное, пострадать в своём Мерседесе, не знаю. Было такое состояние, да, много что повлияло туда, возможно, я резко сделала скачок, и мой мозг не поверил, и опять-таки, к этой теории, недавно только пришла, что когда у человека не очень самооценка, она ещё сильно не сформирована, делает большой результат, и это я в одной книгке ещё прочитала, что он начинает самообесценивать свои результаты, блин, я же недостоин, типа, как я быстро к этому пришёл? Почему я так долго не страдал? Да! И не мучился! И теперь надо пострадать, типа, мучиться, и тогда сравняешь. Ух ты! Я когда это поняла, я подумала, зачем я вообще страдаю, типа, это мы так бессознательно оказывается, то есть все, которые сейчас слушают наш подкаст, могут, возможно, вспомнить у себя в жизни ситуацию, когда вот повышение, и ты начинаешь тупить, и повышение уходит, и ты, типа, спокоен. Вот, типа, контракт, и что-то, типа, случается, контракт уходит мимо твоего, там, много же таких, вот только-только клиент хочет тебе закинуть деньги, и у тебя большая сумма, там, клиент заказывает, так ты начинаешь реально тупить, какие-то ошибки совершать, и он уходит, ну, я так и знал, что, типа, этот, оказывается, так и происходит, там, у тебя вот-вот-вот большой запуск, и он проваливается, и ты себя оправдываешь, оказывается, мы бессознательно говорим, я же не достоин, типа, как оно, типа, быстро может, я, как ты говоришь, да, я должен, типа, пострадать, и только потом, типа, прийти должно, когда у меня, на меня это всё сложилось, всё свалилось, я начала, я просто потеряла смысл, потому что ты к этому долго шёл, и, случилось, а я дальше не знала, у меня дальше цели не было, типа, была квартира, типа, машина, а дальше всё, вот это вот самое для меня странное было, плюс, когда я сделал вот такой результат, я в эйфории, люди начали меня обесценивать, я забыла, какой путь я тернистый прошла для того, чтобы дойти до этой точки, вместо того, чтобы себя защищать, отстаивать, я как-то растеряла свою хватку, вот эту сильную, это как-то смягчилось, и всё, что они говорили, я воспринимала, будто это мои слова, и я никого не обвиняю, возможно, как называется, тогда надо было это услышать, и так далее, вот это, я начала себя обесценивать, вот эта самая обесцентка, тотальная, да, она привела меня к депрессии, потому что я не видела уже, за что хватиться, я не видела своих результатов, типа, мне казалось, уже мало, и самое вот это ошибочное, когда ты достигаешь очень крутого результата, у тебя есть ошибочное мнение, что следующий результат у тебя должен ещё круче, и ты ставишь себе такую большую цель, и ты не можешь его достичь, от того, что ты пытаешься, у тебя не получается, ты начинаешь уже загибаться, думаешь, всё, наверное, типа, я неудачник, и ты сам себя скатываешь, сам себя сделаешь, да, а потом я уже, как называется, от всего отключилась, перестала общаться со многими людьми, просто себя начала восстанавливать, себя только слушать, сама себе помогла, можно сказать, сама начала восстанавливаться, восстанавливаться, отключилась от всего, я даже пришлось команду всё распустить, ничем не заниматься, я начала анализировать, что я люблю, что мне нравится, что мне не нравится, как я хочу жить, вот это всё, я начала заново строить, и жизнь у меня поменялась просто на 180 градусов. Сколько по времени заняло всё это восстановление? Страдать это заняло 8 месяцев, восстановление заняло 3 месяца. Ого, ты страдала, конечно, долго. 8. Ну, это прям тяжёлая. Очень сильная страдания, но к нему шла, я к этому страданию где-то шла год. Я год чувствовала, что что-то не так, что-то не так. У меня всё время подсказали, я всем была неудовольна, я что-то делаю, но я всё равно была неудовольна, неудовольна, пока не сказала, всё, стоп, всё сносим, заново начнём строить. Я не знала, как заново строить, и 8 месяцев это шло, и последние 3 месяца я очень себя хорошо чувствую, я прям нашла, да, свою собственную силу, где я косяковала, призналась честно, и знаете, что ещё я поняла? Вот эти достигаторы, у которых было тяжёлое детство, без тяжёлого детства, без наших сложных проблем мы не стали быть тем, кем мы являемся, потому что... То есть мы уже, да, изначально травмированные? Мне кажется, только травмированные, это ещё исследование доказано, только травмированные люди достигают очень больших результатов. Есть в Ютюбе видео, вы можете набрать «Тёмная сторона успеха», называется видео, оно собрало где-то 4 миллиона на русском, там говорится именно про всех успешных людей, какие они психи, только психи, оказывается, добиваются успеха, потому что нормальный человек, где много отказов слышит, он ломается, он дальше не идёт, а именно психи, несмотря на то, что у них не получают, они просто тупо идут, потому что у них мозг по-другому работает. И ещё мне друг один раз подсказывал, когда травма, это когда шланг же есть, где-то зажало же очень сильно, и он в какой-то моменте очень сильно же выстреливает. Вот травмированные люди, они примерно такие, что твоя травма, где-то он тебя защемил, и ты начинаешь, вот это из-за давления, ты начинаешь вообще херачить. Да, стрелять. И вот я хотела сказать, что из-за того, что мы травмированы, постоянно достигаем какого-то результата, и наши результаты иногда мы очень сильно недовольны. Мы какой-то идеальный образ себе создаём и постоянно не соответствуем. Из-за этого, мне кажется, очень сильно, во-первых, обесцениваем, во-вторых, страдаем, что я же хочу ещё лучше, вот этот перфекционизм, вот этот вот синдром отличника, что тебе ещё надо, ещё. И ты живёшь постоянно в состоянии спринта. Типа цель достиг, цель достиг, тем мало. Оказывается, жизнь не так. Я вот это недавно поняла, что жизнь в целом, она длинная, и каждый день улучшение даёт тебе очень большой результат. И оказывается, не надо бежать, страдать, бежать, страдать не надо. Ты можешь просто расслабленно расти. До меня это только дошло. А я хотела всё быстро, а я хотела всё жёстко. Я хотела прям, за короткий срок ставила цель, чтобы быстрее дойти. Ну, в маме то же самое было, да? Это можно было бы там потом купить, либо достичь к этому, да? А мне надо было дедлайн. Прямо здесь сейчас. Да, здесь сейчас и так далее. Из-за этого мы, когда сразу получаем, мы теряем этот вкус. Потому что ты же сразу получил. У тебя эйфория прошла, и ты даже не знаешь, что она. А когда ты долго к этому идёшь, ты кайфуешь от процесса, а не от результата. Я к этому недавно только пришла, потому что я ненавидела рутинные вещи. Каждый день, который повторяет, я с ума сходила вообще. Мне нужно было, типа, быстро сделать. Глобально. Да. Как это, типа, на это тратить два-три месяца? Как это, кайфовать от процесса? В смысле, надо сейчас, типа, это решить. Это надо было решить ещё вчера, типа, вот так я в Аврале жила, и всех людей возле себя от них такое требовало. Они выгорали, я выгорала. Типа, твоя жизнь состоит от того, что ты ставишь цель, достигаешь, выгораешь, достигаешь. А когда, то есть, ты будто бы держишься на одном уровне, болтаешься, то взлёт, то падение, то взлёт, то падение. А теперь я поняла, что я не хочу так делать. Даже если какие-то цели я сейчас не достигну, не понимаю, что это требует времени, и я могу там достичь через год, два, три, то есть, не надо мне сейчас загонять на трёхмесячный, там, двухмесячный спринт, что если я буду улучшаться, 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 главное мне не упасть, главное держать, сохранять, и чуть, чуть, чуть становиться лучше. Я к этому пришла на примере английского. Я много раз начинала, я хотела за два месяца говорить, бросала, начинала, бросала, начинала, бросала. В прошлом году даже я получила вид на жительство в Испанию, переехала, и вот это виза мне давало жить на Мальте. Я там учила два месяца английский. Я учу, что-то у меня не получается, я бросила, у меня депрессия. И сейчас я восемь месяцев учу, у меня безостановочно просто английский, не пропуская ни дня, даже если я пропускаю, я потом догоняю, дополнительные уроки беру, просто стабильные, если ты что-то делаешь долгосрочно, оказывается, ты потом рано или поздно получаешь результат. Придёшь к этому результату. Вот к этой философии я сейчас больше двигаюсь, я больше не хочу сейчас поставить какую-то цель, а публично сейчас доказать. Нет, оказывается, это не жизнь. Жизнь, она длинная, она долгая, и надо каждый момент смаковать. Вместо того, чтобы два месяца тупо убиваться, работать, можно шесть месяцев работать, и при этом уметь жить, общаться, гулять, наслаждаться едой, временем, погодой на улице, куда-то ходить, вот это ухаживать за собой. И мне сейчас намного дороже, я поняла, это намного дороже обходится не вот это вот, типа спринт, а моё состояние душевное и здоровье. Потому что за два месяца ты все ресурсы выплёскиваешь, потом тебе надо год, полгода восстанавливаться. Когда у меня здоровья, чуть-чуть энергии не хватало, что-то, 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 я начала ходить уже к врачам, и столько денег, когда я начала вкладывать, я сказала себе, мой ресурс оказывается важнее, моё стабильное состояние, здоровье, мой сон важнее. Весь мир подождёт, я сперва посплю, сперва позавтракаю, покушаю, потом я буду заниматься делами. А раньше всё это не важно, работа важна. Нет, оказывается, состояние очень сильно важно. Надо, ну, я скажу, что я старая, но после 30 лет уже начинаешь смотреть на своё здоровье совсем другим взглядом. и это намного дороже и намного ценнее, потому что тебе, когда больше 30, и ты выглядишь, ну, так себе, но при этом у тебя много денег, и люди на тебя, ну, так смотрят. Неконкурентность, да? Да! Неконкурентность, да. Вообще не совпадает. Но когда ты свежачок, у тебя лицо блестит, глаза блестят, у тебя энергия плещет, да. И не важно, сколько ты зарабатываешь. Ты на 10 миллионов меньше можешь зарабатывать, на 50 миллионов меньше, но при этом у тебя все базовые потребности закрыты, у тебя есть деньги, но при этом ты чувствуешь себя, типа, отсталой, потому что все бегут. Я для себя это сказала, пусть бегут, но я медленными шагами могу потом обойти. То есть не надо с кем-то, оказывается, себя сравнивать и пытаться кого-то обогнать и так далее. Вот это всё дало мне депрессии. Да. Потому что если не депрессия, я к этим философским мыслям, вот этим результатам не пришла бы. Да, поэтому я очень сильно до сих пор гналась. Да, вот так вот. Меня прям остановили и развернули и сказали, я все привычки свои поменяла. Я раньше ночами не спала, не то чтобы гуляла, с людьми встречалась и так далее. Абсолютно же свободно же, да, блог от тебя зависит, да, онлайн работа. До обеда спишь, уже разбитая, уже в пять встаёшь, уже день закончился, ночью не знаешь, что делать, не спишь обратно. И вот так всё перевернулось. А сейчас прям график, режим дня, всё чётко, всё контрольно. Я раньше кушала, где попало, что попало, типа, во сколько, типа, неважно, да, без завтрака могла ходить и так далее, такая раздражённая. Я поняла, что у меня даже фотографии есть, где я, имея столько денег, выгляжу неважно. А мне хочется выглядеть очень хорошо и чем-то надо оказывается жертвовать. то есть вести такой хорошего, здорового образ жизни, понятный, спокойный, размеренный. Жизнь дана не для того, чтобы мы бежали. Жизнь дана для того, чтобы мы набирались опыта, учились, кайфовали и получали удовольствие. Да. Ах, будто ты получаешь удовольствие от результатов своих учеников. Конечно. Мне кажется, это невероятно, да, когда ты учишь людей зарабатывать деньги. Не то, чтобы зарабатывать. Это самое какое-то ценное. Как называется? Менять их мышление. Когда они пишут, типа, я закрыл кредит, там, много лет не мог. Да я много у тебя читала, смотрела. Как называется? Я не верил в себя и очень дорого продавал свои услуги. Пришёл на курс, проработался, поверил в себя и поднял свои чеки. Я его зарабатывал больше, там, три раза, пять раз больше, да. То есть, человек то же самое делает, просто точку зрения себе поменял и начал больше зарабатывать. Когда они такие вещи пишут, мне кажется, что это не я, ну, я себе не присваиваю. Я знаю, что это его заслуги, это его усилия. Это же он принял решение, это его деньги он заплатил. Он прошёл, он делал. То есть, я всегда 95-99% говорю, это вы. Я просто путеводитель. Да, путеводитель этого. Я просто инструмент, который через меня, я просто поделилась. И взять это, не взять, это же его выбор. А он решил взять, прислушаться, сделать. Он бы мог не делать. Он бы мог не слушаться. Он бы мог вообще не заплатить деньги, не прийти и так далее. Он искал ответы. Просто через меня получил, Бог через меня дал. И я поэтому не люблю таких людей, которые присваивают чужие результаты, типа, благодаря мне, благодаря курсу, вообще не люблю. И ещё, когда присваивают этого клиента всю жизнь на себя. Типа, только у меня покупай, только со мной ходи, теперь дальше работай, ты со мной получил результат, ещё плати, ещё получишь результат, я вот такой не люблю. Получил результат, он абсолютно свободный, он может кому угодно пойти учиться, и мне это вообще нормально, я не отношусь к ревности, я уважаю его выбор, он может не учиться, там, и так далее, да, он может обесценить, да, он может не признать, и так далее. То есть моя задача просто сделать свою работу хорошо и помочь её получит. А он сам решит, да. Дальше. А дальше, да, вот такая у меня философия. А вот так, к завершению, я хотела спросить, веришь ли ты в Новый Казахстан? С нашим новым президентом? А я не очень люблю эту тему комментировать, я не знаю, вообще честно. А как ты видишь нашу страну через пять лет? У тебя есть своё какое-то видение, предположение? Ну, мне кажется, в любом случае больше будем говорить на казахском, ну, весь шоу-бизнес сейчас уже казахоязычный, да, больше контента будет на казахском, да, мне кажется, мы больше идём к самоидентификации, что мы казахи, если кто думает, что я не казашка, я казашка, просто вид не похож, мне кажется, мы перейдём к нашей идеологии, ну, то есть, мне кажется, у нас жизнь станет намного лучше, проще через пять лет, и люди будут больше зарабатывать деньги, больше возможностей это откроется, ну, я верю в лучшее, потому что пять лет назад какая была у нас жизнь, да, сейчас какая, в любом случае мы идём к упрощению, и всё будет намного лучше, и ещё это выбор каждого человека же, если ты хочешь страдать, если ты кормишь свою часть, которая страдает, ты будешь страдать, если ты хочешь получать удовольствие, кайфовать, скорее всего, ты будешь страдать и получать удовольствие, и этот же вопрос ты мне задай в состоянии, когда я была в депрессии, в очень низком эмоциональном состоянии, я сказала бы, не верю, а когда человек очень, ну, то есть, духовно классно себя чувствует, и он в таком приподнятом настроении, в приподнятом таком эмоциональном состоянии, И, конечно, он будет говорить всё хорошее Потому что он верит в это хорошее Но я верю в больше хорошее Не очень люблю лезть в политику Потому что это Потому что я сама заканчивала Специально в государственном местном управлении То есть я оттуда сказала Всё, эта тема на бензах И поэтому очень сильно не люблю Потому что я на неё влиять не могу Я могу влиять только на свою жизнь И на то, что я делаю На свои действия Я живу так, чтобы моя жизнь Становала лучше И всё моё окружение стало лучше Я только таким образом могу делать вклад В развитие своего государства То есть требовать себя, что я делаю сейчас Для того, чтобы делать То есть мусор не бросать Не обвинять Не обижать кого-то Плохого государству не делать Не скрывать налоги Ещё что-то То есть если я очень хорошо отношусь к государству Мне кажется, моя жизнь будет нормальной Очень хорошие отношения будут у меня с государством Да, и к дополнению хочу сказать Казахстан в моём понимании Это я Надо всегда начинать с себя А согласна, если ты Уважительно относишься к своей стране К своим коллегам Родителям, боже мой Ко всему вообще Ко всему-всему И тогда куда денется наша страна Конечно, она будет с каждым годом улучшаться Поэтому если люди все будут развиваться Будут счастливые Будут, не знаю, зарабатывать Потому что это, я всегда говорю Деньги — это огромный ресурс Который даёт нам огромные возможности Как ты можешь улучшать мир Если ты не можешь закрыть свои базовые потребности Поэтому деньги — это очень важный момент Поэтому если мы учимся зарабатывать То наша страна будет просто максимально улучшаться Раньше доступ к деньгам был закрыт А сейчас... Каналы просто... Да Миллионы возможностей есть И это глупо не пользоваться И глупо хейтить деньги И глупо хейтить тех людей Которые хотят больше зарабатывать денег И хотят лучше жить Да То есть выбор сейчас у вас есть Что вы выбираете от вас? Просто зависит от человека? Однозначно, однозначно Не игнорируем деньги Да Зарабатываем Развиваемся И становимся ещё счастливее И здоровее, конечно, да Ну, спасибо огромное Спасибо Это было реально очень полезно Особенно для меня Я кайфанула по полной программе Спасибо Спасибо огромное, что есть такие люди Для меня, на самом деле, это такая достаточно Ну, так скажу, по старинке Редкостная профессия Человек, который учит зарабатывать деньги Я не учу зарабатывать У меня навыки нет Я учу, имеется в виду Работать с мышлением С мышлением Каждый человек работает Со своими там Убеждениями Траганами Да Они приходят Меняют свою, да, реальность Да Меняешь мысли Меняешь действия И у тебя меняется результат То есть я именно Первой причиной Именно с мыслями, эмоциями Работаю у человека Убеждениями Ну, это круто Когда есть такие люди Которые могут помочь Если ты хочешь, конечно Когда при огромном желании Ты можешь сделать так Чтоб ты и твоя семья Была в достатке Да И есть такие люди, как ты Которые помогают Этому способствуют Блин, это реально круто Я очень благодарна Что ты пришла Спасибо Что ты поделилась своим опытом Я счастлива Быть твоей подругой Да, просто есть какие-то Определённые результаты Ты прошёл какой-то путь Да Находишься в какой-то точке Да А есть много людей Которые находятся В той точке Где я раньше находилась И хочется им сократить Сказать Да блин, ребята Вот так вот так сделайте Оно мне помогло И я нахожусь здесь И это очень сильно помогает Людям Быстрее дойти до результата И вот Спасибо тебе большое Что ты меня пригласила На этот подкаст Так спонтанно На самом деле Да Я очень сильно надеюсь Что слушателям данного подкаста Наша с тобой болталка Была полезной Вы можете поделиться Своим комментариям Мнением Можно же подарок подарить Будет ценно Конечно Будет ценно Да, можно подарок подарить Самому лучшему комментарию Ух ты А чём подарили Я могу подарить AirPods Pro Вау Как классно Я прочту все ваши комментарии Даём после выпуска Где-то три дня И на третий день Ну то есть на четвёртый день Можем разыграть Как назвать Через твою страницу Кого-то выбрать Классный комментарий И подарить Новый AirPods Pro Вы можете находиться В любой стране В любом городе Мы вам это всё организуем Это всё называется Вселенная изобильна Вот Ах, будто изобильна Поэтому, ребят Пользуемся И оставляем комментарии Задание нужно такое дать Что вы поняли Что вы осознали Во время нашего подкаста Какую новую мысль Вы для себя взяли Какое новое решение принимаете И как вы будете Теперь действовать И как это Поглияет на вашу жизнь Ну то есть, что вы для себя Ценного взяли Из нашего подкаста Если вы поделитесь своим мнением Это будет очень круто И среди таких ответов Именно подробных Мы выберем С тобой Сядем Попьем Самые вкусные комментарии Выберем И подарим AirPods Pro Спасибо Примерно так Да Всем спасибо Спасибо